Друзья, приветствую всех на своем канале. С вами снова Алекс и это канал GameStories и у нас новая игра под названием For the People. И как можно ожидать уже из названия, естественно мы будем играть на пользу жителей, на пользу людей, а сами мы представляем некоторого аналога мэра города, правителя, который может выдавать свои указания и соответственно получать из этого какие-то определенные результаты. Мы можем быть как хорошим, так и плохим руководителем. Но что у нас получится, давайте начнем и посмотрим. Соответственно мне кажется эта игра очень похожа на так называемую Yes You Grace, которую мы не так давно на самом деле играли, поэтому у меня достаточно большие ожидания от нее. Итак, Карвинская империя, эксплуатирующая трудовой народ, пала. Простые люди всего мира, вне зависимости от их пола, цвета, кожи и происхождения, получили шанс на лучшее будущее. Поэтому мы верим, что за нам пойдет весь мир. Но мечтам о мировой революции и святом будущем было не суждено сбыться. Мы остались одни. Все эти годы Содружеством неизвестного мудро руководила секундная рабочая партия. Последние 15 лет на главе партии стоит товарищ Джозеф Стилл, генеральный сагитар ВРП и председатель Верховного Совета Содружества Кому. Всех было нежливости, когда в годовщину своего избрания, во время 20-го съезда партии, он и объявил обозначение на постпредседателя ВРП и председателя ВРП и председателя Товарища Гая Дэр, молодого и энергичного реформатора, основывая, кем мы ее являемся. Никогда не забуду лицо товарища Стилла, смотрящего на меня с фотографией газеты, условно заглянуло в него, когда нас охватило ощущение ближайшихся перемен. Но я не мог и догадываться, как быстро будут втянуты происходящие. Меня зовут Фрэнсис Ривер, в этом году мне исполнилось 26 лет. Я, с отличием, закончил Корнинский институт управления народным хозяйством, после чего вступил в ВРП, активным членом отделения, который в Вальштадте был последние три года. Вечером 11 сентября неожиданно звонил звонок, телефон, звонили с Центрального комитета ВРП. Мне сообщили, что в связи с проведением политики нового курса, я попал в программу ротации кадров. Это достойный член ВРП и выдающийся выпускник и УНХ. Так я и попал в Железный. Железный 1 был основан в 1688 году, еще при Карвинской империи, рядом с Вольфрамовым месторождением. Тогда он назывался Блакунг. Это был небольшой шахтерский поселок, и, как известно, наша славная оранжевая революция превратила его в передовой промышленный город с населением около 50 тысяч человек. Почти половина из них представители кентийского народа, остальные карвинцы. Хм, карвинцы. Карвинцы, по-моему, кстати, были в фильме «Андерворлд». Меня назначили главой городского комитета, я стал представителем этого местечка, и сегодня днем мне предстояло выехать в новый кабинет. Там, въехать. Ну да, конечно. Ну и вот, собственно, мы познакомились с нашим основным главным героем, и давайте посмотрим, что ожидать. А, так, что это у нас? Я так понимаю, это наша секретарша? Ну, здравствуйте. Хелен. Доброе утро, товарищ Ривер, меня зовут Хелен Роузи, и я ваш личный секретарь. Отлично. Добрый, товарищ Роузи, раз знакомство. Товарищ Ривер, простите, мимо любопытства, товарищ Лейбовский был так неожиданно снят в должности, что я даже ничего не успел понять. Как и вышло, что горком возглавляет такой молодой руководитель, надеюсь, это не прозвучало грубо. Нифига себе, какая она любопытная. Все в порядке, товарищ Роузи, меня назначили в рамках нового курса партии. Как сказал генеральный секретарь Стил, прогрессивное устрою молодые руководители, а товарищ Лейбовский отправил почетную отставку в знак уважения его честной многолетней службы. Это многое объясняет, вы можете обращаться ко мне за любой помощью. Ах да, совсем забыл вам. Товарищ Лейбовский ушел в отставку так быстро, что не успел разрешить некоторые вам вопросы. Можете знакомиться с документами по этим делам, я оставил их на вашем столе. Большое спасибо, товарищ Роузи, чувствую, мы хорошо сработаемся. Да, я думаю, мы вполне, вполне хорошо сработаемся. Погнали, что у нас есть? Ответьте на официальное обращение горожан к службе города. И вот так, что тут какая-то карта, городской рынок, городской сумм, ну это нам неинтересно. Больфернский номер 30, шахтерский, 450к. Я так понял, о, у нас есть бюджет, вам кто-то звонит, снимите трубку. Ривер на связи. Хелен, вам звонит полковник Честер, глава милиции, соединить. Так, будьте добры. Алло, товарищ Ривер, я полковник Джон Честер, начальник отдельной внутренней безопасности. Хочу поздравить вас с назначением. Большое спасибо, товарищ Честер, за знакомство и благодарю за поздравление. А я уж как-то рад. Хотя, сказать честно, мою радость отмрачают кое-какие рабочие вопросы, которые не помешают обсудить. Ничего, если я загляну к вам, скажем, послезавтра после обеда? Ну да, давай, полковник. Такое, славное начало сотрудничества. До встречи, товарищ Ривер. Звонок по партийному телефону. По партийному телефону он обязательно нужно отвечать. Глава горького Железного 1, Рив Фрэнсис Ривер, я на связи. Здорово, Фрэнк, это Рэйн. Рэйн? Не ожидал тебя услышать. Ты еще и по партийному телефону. Сейчас объясню. Я теперь майор, глава политотдела этого городка. А звоню я по этой линии, потому что она защищенная. Просто буду работать со старым другом. А для чего мне нужна защищенная линия? Перемены, Фрэнк, всегда приносят проблемы. А сотрудничество сейчас... Меняется стремительно. Кто мог подумать, что это через чур. Ситуация очень сложная. Но я уверен, что мы с тобой как раз над этим работаем. Всегда по правилам, конечно, но сам понимаешь, ради благого дела. Короче говоря, я бы скачал к тебе завтра. Поговори подробнее. Без лишних глаз. Так, главное, я перебью тебя на меня. Когда я запишу, ты все равно время делался с ней про. Хорошо, приходи пораньше. Хорошо, отпустил тебя без очереди. Да все правильно понял, Фрэнк. Назад тручище. Развел тебя слышать. Так, окей. Ну что ж. Что ж такое-то? Мы бумаги разберем сегодня или нет. Что такое 85%? Отношение партии к вашей деятельности. Отношение партии задумается о вашей замене. Нифига себе, не нужно нам заменник их. Товарищ Ливер, прошу прощения, что отвлекаюсь. Секретарь Гаркома, товарищ Сара Честер. Подготовил досье на назначимую фигуру Железного 1. Это может пригодиться. Окей, положи на стол. Я бы хотел выразить признательность за вашу помощь. Спасибо. Правда, не стоит, товарищ Ливер, помогать вам моя работа. В любом случае, рабочий день почти закончился и до завтра. Помощь мне вряд ли понадобится. Так что совесть не позволяет него задерживать. Можете ей быть свободны. Большое спасибо, товарищ Ливер. В таком случае, до завтра. До завтра, товарищ Роузер. Ух! Так, ну что ж, посмотрим, что там у нас в обращении горожана. Ох ты, нифига себе! Ну, давайте посмотрим. Уважаемый товарищ Лейбовский, пишу вам, поскольку не знаю, кому еще можно такое писать. Я работаю транспортной службой водителем. Недавно мне выдали новое жилое помещение в связи с отступлением в брак. И каково же было мое удивление, когда при знакомстве с соседним я обнаружил, что у всех остальных жильцов с моего этажа висят хорошие люстры. Сказали, что все было установлено еще строительными, а у нас до сих пор голые лампочки. Даже истории с населенными шкафами. У всех есть, у нас нет. Это особенно неприятно, если вспомнить, как тяжело в наше время достать качественную мебель. Конечно, я пытался что-то сделать, но про муниципальные службы и говорить не хочется. А в милиции заявил, что раз при заселении люстр не было, значит, в гараже и никакой не было. Теперь надеюсь только в вашу помощь. Так, гражданинство надо помочь человеку. Подадут доказательства, где никакой мы не вор. Так, доказательства, конечно, где у нас? Какие доказательства? Ничего не знаем. Так, еще одна семья оказалась в очарованной системе, которая привлечет людей в безразличные шестеренки. Не забывайте, что вы один из этих систем. Окей, но в любом случае 85, а был 80, наверное, да? Пока нормально все. Работаем дальше. Так, главе горкома города Железный 1, товарищ Лейповский. Последнее время на нашем крохотном жилом помещении по адресу улицы Гарри Прейва, дом 6, стало чуточку менее уютно. Не только мы с мужем, но и остальные жители двора заметили, что теперь на улицах постоянно грязно, повсюду гниющий мусор. Мы не замечали такого в других районах, так что, мне кажется, убраться уже стали именно у вас. У нас. А, у нас. Понял, шрифт, конечно, здесь ужасный. Я не знал, на какой из муниципальных служб обратиться, и поэтому направил свою жалобу именно вам. Если поможешь сделать наш район дно в чистом. Да, конечно, пусть с этим разбираются. Окей. Минус тысяча... О, что это за монеты такие? Окей, пускай будут рубли. Минус тысяча рублей, но... Так, осталось последнее. Уважаемому главе Гуркома сразу чувствуется подлизывание какое-то тут. Ну, посмотрим. Так, пишу вам уже не первый раз. Моя жалоба заключается в том, что этажом выше моего жилого помещения это располагается по адресу улица Оранжевого Знамения, дом 14, жилая площадь 42. Постоянно раздаются непонятные шумы. Я ветеран Гражданской войны, герой социалистического труда, 50 лет работал на заводе, имею наградную медаль. Ничего себе. Мощный такой мужичок так. Не могу ли я в таком случае претендовать на спокойную старость, товарищ Львовский? Ну, разберитесь с шумоделами и вандалами в моем доме как можно скорее. Заранее выражаю вам благодарность. Так, что у нас? Старики, он не в себе, не нужно ничего предпринимать. Надо проверить, что происходит в его доме. Отправим муниципалов. Отправим ОБФ разобраться. Не просто же так он писал в главе города. Отправим муниципалов, короче. Нормально. Работник в муниципальной службе не обнаружил вандал шумодел в доме. Просто соседей тоже не привел никаких воздействительных личностей. По-видимому, они были в полдом в обнажении старика. Ну, странно, конечно, это плата. Я с этим закончил. Если не закончил, можете отправляться домой. О, прикольно. Ну, давайте сначала прочитаем досье на значимых жителей Железного. Поклон Сильвестер Байер. День рождения 40-й. Место рождения Колдун. Антиец. Отец нет. Воспитание детского дома. Бать нет. Понятно. Кто он? Подполковник. Так. Партия стоит, привлекал за мелкое хулиганство школьные и студенческие годы, полностью искупил вину социально полезной работой. Смотрежный исполнительный человек, практически жил донат на своей работы, много числа спасал людей, искусственной жизнью в пожарах до степеней. Нифига себе. Это я понимаю, мужик. Ничего себе. Сколько у вас тут? Карл Блэкнад. Это кто такой? Сельского врача. Сейчас есть революция. Полковник Джон Честер. То есть, на котором мы ждем. Так, давайте сейчас посмотрим. Так, директор металлургического завода имени Клаус Вольф. Кнат. Партия с 1669 года. Судимство не имеет. Орден за храбрый второй степени. 1675 года. За спасение жизни при исполнении заданий. Отличный управленец и примерный семьянин. Рекомендован для службы в политотделах. Так, а где-то должен быть... Рекрит. Рекчестер. Еще один Честер. Минуточку. А вот его отец. Директор металлургического завода. А, ну понятно, как-то полковник встал. Ну-ну-ну-ну. Партийный работник. Умирается в столбке сердца. Матин Честер. Политес, революционер. По его подрыву поезда. Так, просто директор металлургического завода имени Клауса Вольфрама. Смитон и женат. Клаус Вольфпартии. Это же 56 судимся. Отсутствие прекрасного управления. Почетный друженик. Дружный управление. С ног любимым своим работникам. Так, где же еще наш дружок-то? Карл Байкот. Ладно. Что ж, идем домой. Завтра посмотрим. Итак, что у нас в итоге дня? Ничего не убавилось. Ничего не правило. Минус 2000 у нас. Окей, заверши день. Вторник, 13 сентября. Добрый утро, товарищ Ревер. Я принесла вам свежий выпуск «Железного вестника». Это наша городская газета. Спасибо положить на стол. Новый глава горкома. Вот чем он занимается, да? Сидит. Там барон указаний сделал. Что-то там отклонил. Что-то принял. Сижу газетку читаю. Хорошо. Так, городской комитет работает на благо трудового народа. Возглавляет товарищ Фрэнсис Ривер. Он это мы. На этот же день новый глава города принялся в лица исполнять свои обязанности. В редакции «Железного вестника» стало известно, что мой первый рабочий день товарищ Ривер начал активно изучать историю нашего города. Одобрил проект нового путеводителя для туристов при помощи «Железного вестника» ради отдыха на уникальном курорте «Ранжево». Также он вплотную занялся решением проблем горожан. В рамках проводимых в РФП мероприятия должны произойти значительные кадровые перестановки, которые коснутся нашего прекрасного города. Предыдущий градоначальник «Железного вестника» товарищ Львовский подал заявление в увольнение и ушел на заслуженную пенсию, объяснив свой поступок с желанием дать дорогу молодым. Место товарища Львовский займет молодой и энергичный товарищ Фрэнсис Ривер, тренд ВРП и активист Оранжевого союза молодежи. Понятно. Так, тут в чем? Место страхования, подарок трудящимся. Последнее вождение достижения, ушедшего на пенсию градоначальника товарища Львовски, введение нового пакета медицинского страхования для трудящихся металлургического завода имени Клауса Вольфрама. В достоинстве этого нововведения рассказывает директор предприятия товарищ Джер Честер, интервью которая может быть есть на странице 14. Все, да? Окей. Дальше и вверх пришел человек, которого просили выпустить без записи. Райан Коппер, глава городского комитета. Сигарета? Ну, у тебя и физиономия, Коппер. Только несколько зим, брат, тебе ведь, друг, вы с Натали так и не поженились? 26 год назад кольцо так и лежит в коробочке. К счастью, судьба подкинула те утешения, которые ждет своего начальника прямо за этой дверью. Так, Рэй, товарищ Роузи, добросовестный сотрудник, и мы с ней просто коллеги. Ну, раз так, то в политическом отделе мне такой сотрудник нужнее. Посиделся бы ты своего дореволюционного отношения к женщинам. Вот донесу, но я в политотдел буду знать. Прямо тебе и напишу. Ха, с удовольствием почитаю. Кушателей, хватит, Рэй, ты, кажется, хотел о деле поговорить? Так, ситуация в городе непростая. Милиция постоянно докладывает нам о волнениях среди рабочих. Горь, незрее, протестное настроение, и, сдается, мне речь идет не только о гражданском активизме. Тут есть двойное, а то и тройное дно. И разбираться здесь придется тебе, это вне моих полномочий. Это понятно, погоди, но ты говорил по телефону о сотрудничестве. Так, все верно. Да, я готов тебе помочь с информацией по своим каналам. Только позвоните. Городок маленький, начальника здесь у меня нет, так что информация о нашей сотрудничестве для этих где-то всплывет. Наша кооперация поможет благому делу служения народа и партии, естественно. Так, ну окей. Звучит разумно, только запиши свой личный номер в мой блокнот. И хотелось бы звонить по рабочей линии. Дорогие же прослушки, Фрэнк. Ну, по-двоему, следите телефон разговора в этом городе. Ах, ты чё там, всё прослушиваешь, да? Ну, копер подозрительный тип. Ладно, будем иметь в виду. Так, подождите, а чё у нас под осей? Копер, копер, копер. Я такого вообще не видел. Ну, у него нет абсолютно ничего. Ой, чё это новое? Новые задания. Ой, их ещё больше стало. Ладно. Итак, в срочном порядке, совершенно секретно, какого-то раньше. Здесь, что писает, пускай не перехватит, товарищ городоначальник. Я верю в то, что вы понимаете, документ не должен попасть в их руки. Вы спросите, кто это они? А пока они не добрались до меня, у меня есть возможность сообщить вам. В нашем славном городе образовалась законспирированная ячейка капиталистов и симпатизирующих. Грязная секта православных наживы базируется по улице Критовской мочи, дом 5. Однажды я видел, как они раздают детям запрещенную литературу и показывают им порочище на штрой картинки. Торопитесь, мертв нельзя, иначе они разворотят город изнутри. Товарищ Аливин Мэтт Стейн. Не знаю, сложно сказать, верите ему или нет. Всем прославляющих наживу. Да, ладно, проверьте. В следующий день я ворвался в отделение небольшого благотворительного фонда, закупившего книги для детей из детского доможения. Населению города это явно не понравилось. О, черт убери. Вот, блин, поверил какому-то Мэтт Стейну. Чтоб тебя Мэтт Стейн, а? Ладно. Дальше, Лейбер, обращаюсь к вам с большим горем. Вчера на моего дедушка напала банда молодых генптицов. Негодяя избили его почти до смерти. Сознаюсь, мой дед мог сказать что-нибудь оскорбительное. Он корвинец старой закалки и всегда следит своим языком. Но разве это повод ломать пальцы и разбить лицо? Я обратился за УБФ, но у меня попросту отказали принимать заявление. Наверное, они просто хотят связываться с этим делом, боятся посеять розы между народами или еще что-нибудь в этом роде. Прошу вас, ради моего небытия у старика, помогите найти виновников. Товарищ Мором, сам виноват за него. Стофеец действительно не запрощает. Я тоже не хочу выражать дед Улей, но в вашей дедушке надо обеспечить ему качественное лечение в области клинику, в опасной клинике. Надея и доказать. После вашего распоряжения УБФ без особенного труда разыскала кинетических подростков. Выяснил, что они члены молодежи банды, занимающиеся разбой и мелким грабежем. А следы не продолжаются. Отлично. Вот это верное решение принято. Окей, идем дальше. О, долгих лет жизни. Меня зовут Мэрсон, Майк Мэрсон. Мои родители почетные работники инженера первой категории. Но по их стопам и сам проработал на заводе в Альфрейм обо целых 10 лет. Жив себе жилое помещение в хорошем районе. Да, я привык говорить честно и напрямую, не боясь своих слов. И поэтому я пишу, что пишу. Мне давно стало понятно, что тот самый завод, на котором держится железный один, и его же и душа. Ну да, мы не можем просто выключить его. Нужно, чтобы кто-то где-то работал. Но мы можем сделать хотя бы так, чтобы завод не сливал отходы в городские водоемы. Реку изгадили, ладно. Это хотя бы проточная вода. Но недавно отходы стали сбывать и в пруд. Наш пруд. Это что-то неслыханное. Сливают цистерны своим дерьмом. Поначалу думают, что это никто не заметил. Ага, как же, на что? Глаз нет? Рожжевель любовался прудом почти каждое утро. Ведь там жили лебеди. Теперь же на эту лужу смотреть больно. Жить там отказываются даже лягушки. Ставьте на завод инспекцию или сделайте что-нибудь еще. Но застать его руководство задуматься о последствиях собственных деяний. Я на вас надеюсь. Так. Зачем вообще вести отходы к пруду немедленно с этим разобраться? Отлично. Вы решили прекратить экологическим изобразием. Пруденный на заводе инспекционной расследователь доказал, что или показал, показал, что сброс участия особенно в рейнерах химикатов пруд было лишнее слива одного из руководителей среднего звена, на который дошли слухи о проверке воды в реке. Сомневайтесь, что подобное решение могло быть принято на таком уровне, но доказательств обратного для нас нет. Так или иначе, водой оказывается спасен. Через какое-то время он восстановится и лебеди прилетят вновь. Отлично. Так, товарищ Рибер. Пора наконец-то что-то сделать с пунктами приема металла. Простите, конечно, мою эмоциональную ность, но это просто невозможно. Там принимают рельсы, трубы, целые мотки срезанных проводов. Не задают никаких вопросов. Им плевать, что дом остался без электричества. По железной дороге придется закупать новые рельсы взамен украденных. Раньше такого не было. Любого, кому просто пришло в голову перетащить туда что-то ворованное, уже сдали бы в милицию. Сейчас про это и вспоминать смешно. Да, я понимаю, заводу нужно сырье. Так, мне нравится, эта тема одобрена. Так, подождите. Алкашня буквально за бутылку растаскивает по кусочкам наш с вами город, а мы молча ремонтируем из поршенной имущества. Мне кажется, что можно просто запретить принимать очевидно незаконный лог, а за нарушение штрафовать. Штрафовать и еще штрафовать. Я даже готов возглавить комиссию, которая будет надзирать на исполнение запрета. Подумки с ним в том месте. Так, одобрено. Погнали. Вы отрегулировали с бомбиталом железным и профессионализировали созданное предложение гиберкомиссии. Семьтесь в том, что задумка отработала на 100%, но срезы кабель действительно стали реже. Отлично. Идем дальше. Последнее на сегодня письмо. Итак, что у нас? Здравствуйте. Пишет вам Энтони Заур, директор детского дома, но прежде чем перейти к делу, мне придется немного рассказать о себе. Я ведь знаю, что обо мне говорят в городе. Вор, растрачик, плевать хотел на детей. Это неправда. Понимаю, на вашем месте я бы тоже не стал доверять человека с такой репутацией, но давайте подумаем вместе, подумаем. Допустим, допустим, я вор. Значит, мне есть что воровать, ведь сейчас на детские дома выделяют такие крохи, что если взять себе хоть немного, то сироты начнут умирать от голода. Поэтому меня вроде бы пока обвинять не додумались. Зачем реальность товарища Ривер такова, что человеку на моем месте попросту нечего растрачивать. так сказать, заботу о детях пожалуйста прочитайте дальше. Ух ты, ну и письмецом. Мне часто приходится иметь дело с ОБФ. Прочти все обитатели детских домов, дети алкоголиков, родившиеся сразу же на дне общества, хотя как преступности к социальному образу жизни присваивается и прививается им с первых дней. Мы делаем что можем, но, к сожалению, можем не так много, поэтому я давно перестал удивляться личным дракам, мелким кражам и вандализмом. Некоторые подопечные творят что-то серьезное и отправляются за решетку надолго. Как бы цинично это не прозвучало, но к этой части своей работы я тоже привык. Сейчас происходит что-то другое, что-то гораздо более страшное. Видно, что детей кто-то заспивает в стае, может сказать муж скрует. А еще у них стали появляться хорошие вещи, одежда, какие-то цепочки, иногда зонты. Они, конечно, пытались их спрятать, но давно это не проходит. И где, интересно, они могли это все достать? Да только обобрать. Или отобрать. Короче говоря, неизвестно. Негодяи делают из сирот-банду, и мне это совершенно не нравится. В прошлом ребенке стручется особенно очень многое. Я пытался поделиться своим подозрением с милицией, но они только отмахнулись. Наверное, думаю, что я пытаюсь их как-то обмануть, а я пытаюсь помочь. Вот сейчас я сказал, почему вам, вдруг вы прислушаетесь, творятся темные дела, и чем скорее на них прольется свет, тем лучше будет для всех. Интересно, давайте посмотрим. Банда присутствует последнее, что я хочу увидеть на улице своего города. Убой должно провести тщательную проверку, делосредств не экономить. Да, погнали. Вообще, конечно, бесспорно. купленное письмо директора детского дома близко к сердцу. Оперативные действия БФ выявили связь между рядом ограблением и выгодными из армии сержантом, который сколочил вокруг себя банду из подростков. Несостоявшееся преступление гения отправился на нары. А, несостоявшееся преступление гения отправился на нары и получили славу борца с криминалом. Отлично! Вообще, шикарно! Вот это я понимаю. Большое письмо требует детального изучения и расследования, так сказать. Что ж, на сегодня, походу, всё. Кто это к нам идёт? Опа! Чаёчек! Неплохо! Торчевер, вы сегодня совсем не поднимаете головой, а на часах уже пять полудня, так что я приготовил чай. Спасибо, Хелен! Ой, прошу, товарищ Роузер. Это даже лучше, товарищ Роузер. Честно говоря, мне немного коробит от этого официального обращения. Чувствую себя старше своих лет. Да, мне тоже сложно привыкнуть. Я ведь никогда не работал на таких серьёзных должностях. А в Альштаде я курировал молодежное отделение партии. А теперь вот неожиданно возглавил целый горком. Что-то я тоже здесь недавно. Всего четвёртую неделю работаю. В июне изучал диплом, и вот я тут. Интересно, всё сложилось и о чём диплом? О том, как в зарубежных газетах означали значимые для сотружества события. Ой, это интересная тема, какие именно события? Острение конфликта с Корминским правительством в изгнании. Ты прямо в дипломе назвала реакционеров правительством в изгнании, и комиссия это пропустила? Ну, попурчали и пропустили. Содержание понравилось. А с тобой не всё так просто, Хелен. Моя защита прошло уже 4 года, а помню, что это было будто вчера. писал про антикризисное управление. Хм, теперь понятно, почему вас не начали в железный день. Хелен, я тут кое-что понял, от товарища Ривера мне становится не по себе. Хорошо. Фрэнсис? Да, так определённо лучше. Хорошо, Фрэнсис, не буду отвлекать от работы. Да, Хелен, спасибо за чай. Да, кстати, это вовремя. Ворочайтесь. Кто там ещё? Опять? Так, это снова я, Фрэнсис, вам пришло сообщение от партии. Не совсем официальное сообщение. Хм, что-то новенькое. Иногда городскому комитету получают что-то, что просто нельзя выполнить по инструкции. На такие случаи Лебовский держал при себе друга, секретаря по имени Андре Бразьяк. Этот человек был не самым приятным из моих коллег, тем не менее, в неофициальных поручениях он разбирался хорошо. Говорят, Бразьяк собирается на пенсию вслед за этой пограбителем и всё-таки мне кажется, что старика можно убедить подождать. Его опыт может понадобиться. Вы правило, звучит. Но чаще всего партии не требует ничего действительно неприятного. Надо же собрать информацию и иногда наоборот её передать. Понятно, да, не такого я ждал, но выбирать видимо не приходится. Прэйсис, я постараюсь вам помочь. Понимаю, что это звучит странно, но правда постараюсь. У меня есть какие-то друзья и знакомые, они умеют пройти очень сложными заданиями, если я попрошу. На первое время это может вам помочь справиться. Бразьяку я всё-таки не особенно доверяю. Снова вы помогли меня удивить, товарища Розия. Простите, Хелен. Спасибо. Это моя работа, Фрэйсис, помогать вам. Я подготовил какие-то документы. Когда только успела, жалоба ведь только что пришла. На самом деле её принесли примерно 3 часа назад и просто не хотела лишь на раз двигаться работы. Восхищаюсь, что я предусмотрительностью. Да ничего особенного, но всё равно приятно, слышите. Так, задание для ответов. Это задание. Так-то в принципе улучшилось, немножко шахтерский Энн, 31% по-французски. 52% нормально. Так, мусоровоз. Что это такое? Нам стало известно, что на улицах Железного Нида появились мусоровозы оранжевого цвета. Полагаю, можно не объяснять, почему кощунственная ассоциация революции с отходами совершенно недопустима. Мусоровозы перекрасят, а виновный принесёт соответствующее наказание. Однако Джонатан Флэг, начальник соответствующего отдела комитета жизнеобеспечения, педагогически отрицает свою вину, он утверждает, что перекраска произошла без его ведома. Ему неизвестно, кто её существовал. Глава назначенного комитета, товарищ Киплер, вступает в поддержку своего сотрудника, обращая внимание на его безупречные характеристики и отсутствие причин для подобной выпадки. Телу этого было принято решение проповременить с начала официального расследования. Партия получает вам разобраться с этим, не затрачивая это слишком много времени и рису. Так, такую шутку невозможно провести незаметно, нужно просто спросить людей и всё станет ясно. Альпин Эрол 24 года, Катрин Кирш 22 года, так, минуточку, Кирш, а тут вообще таких нет, а ну это подожди, руководители. Подожди, стоп, а как мне поднять, а вот, да, ага, всё, отлично. Эрихов, 25 лет среднего роста, русы, волосы, средней длины, модульная прическа, в партии не стоит, женат, на одоление, дешевле, медсестре, районной больнице, гитарист, любитель дважды принимает участие в фестивале «Бардовская песня». После супруга народного получения окончил технические училища по специальности слесаря, но дальнейшем интересы от профессии не вызвал и устроился работать продавцом в магазине. Также селы любят рассказать анекдоты, физической формы представителей оказались перенесённые, если болезнь кури. «Бардовская песня». 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 Впрочем, имеется записи о небольших встречах с начальством в конкретных ситуациях. Стоит проявлять карригоризм и нравственную неуступчивость. Рисуется военной историей, состоятельно читает, научно-популярные книги, курит, не пьет. Так, а эта дамочка, что у нас умеет? ТВ. Студент гражданского института в сельской отпуске, обучает предстоятельности истории. Не замужем, приехал же из дороги родным на время отпуска. Общительно, за редкими исключениями, студа располагает к себе людей. Облегается горными лыжами, которые дремят в русских республиках. Это что? Так, занимался техническим исключением радиостанции Интеравент, включенным на тех, кто проводит много времени за сборкой разнообразных электронных устройств. Вополнительный и стрессоустойчивый молодой человек, замеченные редкие приступы истерии, вредные привычки курения. Так, этот что умеет? Работать учеником топлива на заводе. Так, несколько раз участвовал пульшных драг. Что дать мне в леске? Говорит на работе. Выпивать нечасто, два-три раза в месяц. Фактическая форма хорошая, поддержка ее подтягивания и отжимания убит на куре. А этот? Фактически в определенный момент значительную часть его рабочих обязанностей исполнили другие сотрудники. В принципе, на их высказывание получал, однако в архиве обнаружились жалобы коллег-бразиака на его то не... Чего неуживчивый, то навязчивый характер. Так, короче, я думаю, нужно выбрать вот эту дамочку, которая располагает людей, и расспросить. Гнали. Посмотрим, к чему это все приведет. То все, что ли, на сегодня? Ну, видимо, да. Видимо, на сегодня все. И я думаю, у нас также на сегодня все и на нашем видео. Друзья, поэтому давайте заканчивать. Если вам понравилась эта игра, обязательно пишите об этом в комментариях, чтобы я мог спокойно продолжить, да, зная, что вам действительно это нравится. Ну, а на сегодня мы заканчиваем. Обязательно ставьте лайки, комментируйте и комментируйте своим друзьям, но мы продолжаем дальше и увидимся в следующем ролике. А этот ролик у нас, естественно, заканчивается. Всем пока.